Что делать, если засорился слив? Недавно я получил видео от одного зрителя, который опробовал два способа. Давайте посмотрим. Здорово, Артём. Пишет тебе Никодим из села Засоркино. Зритель твой. Случилась у меня неприятность такая. Вода, значит, в ванне стоит и не уходит. Засор стало быть. Пишу спросить, что делать. Как видишь, даже воронка не образуется. Нет, ты не подумай, что я сам никаких способов предпринять не решился. Всё, я решился. Посмотрел в этих ютубах, нагуглил, что можно с содой и уксусом обычным спастись. Ну, мол, у каждого дома есть сода и уксус. У меня дома есть сода и уксус. Мужчина в том видео говорит, достаточно двух ложек соды и 200 мл уксуса. Мы люди щедрые. У нас и 4 ложки соды нашлось. Засыпать её надо туда аккуратно. Прямо в дырку, мимо решётки. Затолкать, как положено. Дальше уксуса налить. Взяли мерный стаканчик с женой. Он вроде бы даже больше, чем 200 мл. Залили. Пошла реакция. Зашипело оно всё там. Забурлело. Я уж ждал, что может результат какой будет. Ну, видео во всяком случае был. У того дядьки. А у меня нет. Смотрю то видео дальше, а там гражданин говорит, если уж не проходит, то значит кипятком туда надо. Раз, и всё пройдёт. Ну, я взял кипяток. Жена, говорю, лей. Жена взяла тазик. Ливанула. Я затаился, гляжу. Может, поможет на этот раз. Нет, как видишь, не помогает. Стоит вода так же. Да и воронки там почти не образовалось. Так, под конец что-то там зажурчало. И серьёзно это всё. На самом деле при слабых засорах сода с уксусом вполне себе рабочая смесь. Я и другим путём попробовал пойти. Рекламе поверить. Ну, раньше всегда на слуху это было. Пошёл в пятёрочку. Купил гель. Ну, наверное, самый известный. Уж не знаю. По всяком случае написано, что это самый турбо из всех гелей. Достаточно его немного налить. Ну, как немного. Мы налили две трети. Обещают половины достаточно. И за пять минут всё само пройдёт. Там обещают результат за пять минут, помню. Но я не верил, что за пять минут пройдёт. Поэтому мы оставили на тридцать. Через полчаса я пришёл, открыл воду. Открыл слив. Гляжу. И оно как будто заработало. Воронка образовалась сразу. Вот думаю, напрасно человека решил беспокоить. Но нет. Всё-таки видео этого допишу до конца. Во-первых, потому что воронка эта быстро пропадать начала. И всё равно слив работал медленно. Во-вторых, эту бутылку не первая, которую я заливал. А в-третьих, через какое-то время вода вообще верхом пошла из ванной. Ну, когда работал кран в ванне и работал слив, раковина, вода текла в кухне. Вот так вот пошла. А если ещё стиральная машина сливать начнёт, так вот она вся грязь и вылазит здесь. Посоветуй, пожалуйста, Артём, что мне делать в этом случае. Потому что эти способы не помогли. В большинстве случаев гелий помогают справиться с засором. Неважно какой. Их принцип одинаковый. Кислота разъедает органические соединения. Тем не менее, будьте внимательны. Эти гели не предназначены. И, в общем-то, запрещены для использования в медных и резиновых трубах. Но вот если с медными ещё понятно, есть медные сифоны, то вот резиновые я трубопроводы не встречал. Но вот что же делать, если народные ни первый, ни второй способ не помогают? Судя по том, что вода поднимается в ванной, можно сделать вывод, что проблема уже не в сифоне в ванной, не в обвязке для ванной, а проблема где-то дальше в трубе канализации. Исходя из практики, могу сказать, что если канализация сильно засорена, особенно чугунная, то никакие гели, сыпучки типа соды с уксусом уже не помогают. В этом случае может пригодиться или может спасти только жёсткая чистка. В одном из будущих видео я покажу, как прочистить подобную канализацию. На этом всё. С вами был Артём. Пока.